У нас уже куча сборок в разных ценовых бюджетах, начиная от 20 тысяч рублей и заканчивая в несколько миллионов. Но у нас нет ни одной сборки за 1000 долларов или чуть больше 70 тысяч рублей. Сегодня мы это исправим. На экранах у вас рубрика «Что собрать», где я специально под вас подбираю комплектующие в разных ценовых диапазонах. А сегодня нам нужно будет собрать игровой ПК за 70 тысяч рублей. И это весьма тяжело, учитывая, что 30-60 часов стоят те же самые 70 тысяч рублей. Но мы справимся. Нам надо собрать сборку за 70 тысяч рублей, максимально выгодную и производительную, одновременно. Чтобы это сделать, заходим на e-каталог. Начинаем сборку, как всегда, с процессора. Для этого переходим на вкладку «С процессорами» и в удобном фильтре вбиваем то, что мы хотим взять. «Я хочу сделать сборку на AMD». Вставляем это. А бюджет на процессор закладываю от 12 тысяч рублей. Под эту категорию подходит Ryzen 5 3600. По нему и переходим. Давайте для начала посмотрим отзыв на этот процессор и поймем, стоит ли его брать. Видим только положительные отзывы, значит это отличный выбор. Теперь определимся с выбором магазина для покупки. На e-каталоге это можно удобно сделать, просто перейдя на вкладку «Сравнить цены». И видим, в каком магазине это можно сделать более выгодно. Кстати, радостная новость для подписчиков с Казахстана. Е-каталог теперь доступен и у вас. А ссылку на е-каталог и сегодняшнюю сборку я оставлю в описании, чтобы вы могли приобрести ее максимально выгодно. А мы перейдем к нашему AMD Ryzen 5 3600. Этот процессор выпустили в 2019 году на архитектуре Zen 2. Сокет старый добрый AM4. Выполнен процессор по 7-нанометровому техпроцессу. Имеет 6 ядер и 12 потоков. Ядра работают в стоке на частоте 3600 МГц, а в бусте разгоняются до 4200 МГц. Работает процессор с памятью DDR4 объемом до 128 ГБ и поддерживает частоту до 3200 МГц. TDP же процессора 65 Вт. Имеет 20 линий PCI-Express 4-й версии, что в будущем позволит поставить видеокарты и 30-й серии. Этот процессор, как и его предшественник, Ryzen 5 2600 очень популярный. А за такой камень вам придется отдать 14999 рублей. Но так как он самый популярный, можно неплохо сэкономить и взять его на БУ рынке. Перейдем к материнской плате. Понятное дело, что в такой сборке мы берем самую бюджетную материнскую плату. MSI B450M-A Pro Max. Вышла эта материнская плата в один год с процессором в 2019 году. Pornfactor Micro ATX. Сокет, естественно, подобран под наш процессор. AM4. Чипсет B450. Есть два слота под оперативную память DDR4. С поддержкой максимальной частоты до 4133 МГц. Есть M.2 разъем с поддержкой NVMe. Один слот под видеокарту. Версия PCI-Express 3.0. А ее цена 4350 рублей. Сразу скажу, если в будущем захотите в свою сборку поставить видеокарту 30-й серии, то эта материнская плата вам не подойдет. Берите уже на 550-м чипсете. Так как ТДП нашего процессора всего лишь 65 Вт, нам хватит и башни, а Депкол. Модель GAMOX 200T. Алюминиевый радиатор может рассеять до 100 Вт тепла. В этом помогают две медных теплотрубки. Подключение по 4-х пиновому разъему. Максимальная скорость винта 1600 оборотов в секунду. Регулировка автоматическая. Максимальный уровень шума 26,1 дБ. За такую башню придется отдать 899 рублей. Если по каким-то причинам вы собираетесь разгонять процессор, то уже нужно будет ставить башню посолиднее. Оперативная память Goodram Iridium Wide двумя плашками на 16 ГБ. Выбранные в сборку Goodram Iridium вышли в 2018 году. Тип памяти DDR4. В базе оперативная память работает на частоте в 3000 МГц. С таймингом 16-18-18-36. Но без проблем разгоняется до 3200 МГц. А цена комплекта из 16 ГБ составляет всего 6599 рублей. Но если вам нужен больше объем, учитывайте это сразу, так как в материнской плате всего 2 разъема под АЗУ. Плавно переходим к нашим накопителям. В этот раз возьмем обычный SSD накопитель на 120 ГБ, а дата SU 650. Я сам лично очень часто использую данные SSD накопители в своих сборках. Вышел накопитель в 2018 году. На запись имеем скорость 320 МБ в секунду, а на чтение 520 МБ в секунду. В память используется NAND. Ресурс по записи в 70 ТБ, а его цена 1699 рублей. Если хотите скорость, берите SSD M.2 с поддержкой NVMe. Но и цена, соответственно, будет выше. Для всего остального берем жесткий диск от Seagate 7200 Baracuda, объемом 1 ТБ. Говорить про него нечего, отличный жесткий диск за 2899 рублей, который можно найти абсолютно в любом магазине. Если думаете, что мало, докиньте денег и берите такой же, но на 2 ТБ. Питать всю нашу сборку в этот раз не как обычный Cooler Master MVE V2, хотя если бюджет позволяет, можете взять и его. Сегодня я выбрал неплохой блок питания от Thermaltake TR2S на 550 Вт. Выпущен блок еще в 2016 году, имеет стандартный сертификат 80+, имеет защиту от перегрузки по мощности, по напряжению, от пониженного напряжения и защитит вас от короткого замыкания. Мощность по 12-ти вольтовой линии 456 Вт, а цена его составляет 3450 рублей. Но если позволяет бюджет, лучше взять Cooler Master MVE V2 на 550 Вт. Разница в цене примерно 1000 рублей. Корпус берем на свой вкус и цвет, а я поставлю в эту сборку Depco Matrix 30 Horn Factor Mini Tower. В комплекте идет один 120-мм винт на выдув. Окно сделано из закаленного стекла, а его цена составляет 2499 рублей. У меня у самого в личном пользовании он был, а сейчас корпус от этой же фирмы, но 50-й модели. Курс биткоина и эфира снова пошли вверх, а за ними и цены на видеокарты, поэтому мы снова берем бюлую видеокарту. В эту сборку, как нетрудно догадаться, мы поставим GTX 1070. Возьмем вендора от MSI, так как он был в личном пользовании у меня. MSI GeForce GTX 1070 Gaming X вышел в 2016 году. Чип у карточки выполнен по 16-нанометровому техпроцессу и имея частоту в базе 1506 МГц, а в бусте достигает 1797 МГц. Объем памяти 8 ГБ GDDR5 памяти. Версия PCI 3.0. Питание карты производится 8 плюс 6 пин, а ее средняя цена на БУ рынке составляет 35 тысяч рублей. Но если вы хотите сборку полностью из магазина, то в этот бюджет сможете поставить только 1650. Соответственно, производительность будет ниже. В итоге вся наша сборка на Ryzen 5 3600 и GTX 1070 обошлась нам в 72 645 рублей. В плане апгрейда я сказал, что можно изменить. Я считаю, что это отличная сборка за свои деньги, так как у самого лично было в пользовании 1070. Если хотите эту сборку, то ссылку на нее я оставил в описании. Но на что же способна эта сборка на данный момент? Нам сейчас предстоит узнать. Переходим к тестам нашей системы. Все тесты я взял с канала GameGunst. Ссылку на оригинальный ролик я оставлю в описании. В этот раз я решил не озвучивать результаты, а просто продемонстрировать тесты. Напишите в комментариях, оставить так или все-таки словами проговаривать настройки и результаты. Все тесты в Full HD. А мы начнем с Battlefield V. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 ДимаТорцик. ДимаTorzok. 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 ДимаТорзп. ДимаТорзв. Димаумен Möglichkeiten, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok